Ребят, всем привет! Это проект Апасл Спешл, и тут мы говорим о том, о чем действительно бомбит. Недавно мы все увидели онлайн-обучение детей с экранов телевизора в условиях пандемии. Да, были факапы. Вы же помните, как педагоги перепутали Ливанскую и Ливонские войны? Кроме того, в этот период, в 1958 году, царь Иван Грозный начинает так называемую Ливанскую войну. Делали арифметические ошибки или объясняли о событиях на революции с помощью кастрюли на голове. Но сегодня беда пришла оттуда, откуда не ждали. Из учебника по химии. Перед вами сейчас учебник для девятых классов, авторство некой госпожи Савчин. И там есть нечто очень интересное. А о том, что это интересно, говорит сама страница учебника. Так и пишут. Интересно знать. Вот смотрите. Пищевая сода создает в организме человека щелочную среду. Пока что никаких проблем. Которой не могут размножаться раковые клетки, вирусы и бактерии. Тут я немного напрягся. И как оказалось, не зря. Оказывается, пищевая сода еще повышает наш иммунитет. И поэтому автор учебника советует нам пить содовый раствор для профилактики онкологических заболеваний, смягчение кашля, делать ингаляции, когда мы заболели, отбеливать зубы, лечить грибковые заболевания, ну и также заболевания кишечно-желудочного тракта. Ну охренеть. Я думаю, а где же взял автор учебника это авторитетное мнение, что содовый раствор лечит чуть ли не от рака? Оказывается, действительно, на авторитетном ресурсе. Друзья, а теперь внимание. В связи с этим у меня вопрос. Где автор учебника взял информацию о том, что содовый раствор лечит онкологические заболевания? Инстаграм-страница Греты Тумбер. Ютуб-блоги Дмитрия Гордона. Фейсбук-страница Ульяны Супрун. Страница Всеукраинской ассоциации пенсионеров. Давайте, чтобы было честно, поставьте сейчас видео на паузу и напишите вариант, который вы подумали, в комментариях к этому видео. Информацию о том, что пищевая сода помогает для профилактики раковых заболеваний и вот этой остальной всей бороды, взяли на сайте ассоциации пенсионеров. Так что победил тот, кто выбрал вариант Д. Не победили дети, которые учат всю эту лабуду. А что же это за сайт такой? Всеукраинская ассоциация пенсионеров. Какие они пишут там статьи? Среди огромного количества разной лабуды на этом сайте я нашел статью о том, что цветочный чай, оказывается, может увеличить продолжительность вашей жизни, но это безобидная фигня. Вы никогда в жизни не догадаетесь, что с помощью рыбьего жира можно лечить даже коронавирус. Мне кажется, больше ничего не нужно для авторитетности этого издания. Для того, чтобы узнать немного о авторе учебника по химии, я зашел на сайт Национальной библиотеки Украины имени Вернадского и понял, что госпожа Савчин, Мария Вера Михайловна оказывается кандидат наук. Поэтому я дам вам еще несколько примеров, что написала кандидат наук учебник по химии для 9 класса украинских детей. Внимание! Учебник по химии для 9 класса зачем-то рассказывает нам о том, что сироп Уралисан, который употребляют для лечения мочекаменной болезни, можно использовать еще и в ветеринарной медицине. Вы скажете, что это такое вообще? А я вам скажу, что это такое. Это лоббизм конкретного препарата Уралисан в детском учебнике. Вот еще одна дичь из этого учебника. Тема 3. Начальное понятие о органических соединениях. Рассказывая о свойствах этанола, нам зачем-то рассказали, что в медицине этанол используется для компрессов во время простудных заболеваний. Ребят, что это за учебник по народной медицине? Я не понимаю. Это у Яна Супрунова писала или она искусала, это кандидата наук перед тем, как издавать этот учебник. Но больше всего у меня вопросов реально к Министерству образования в 2017 году. Какого хера это учат дети? Я не удивлюсь, если в других учебниках по математике нам будут тоже советовать некую дичь. Может быть, как хранить лук или какие-то другие примеры. Ребят, если вы знаете аналогичные примеры херни в украинских учебниках, присылайте мне. Будем снимать видео, будем корректировать школьную программу для учащихся. Это был проект Opasov Special. Следите за тем, что учат ваши дети. Стоп-стоп-стоп, ребята, куда вы выключать собрались? Вы лайк поставили, репост сделали. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну и, конечно, подпишитесь на канал Opasov. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok